Уважаемые зрители, смотрите видео с размышлениями, навеянными тем видео, которое разместил на своем канале в ютубе злой космос под названием «Отправляем атомную подводную лодку в космос» и другие видео. Вы можете посмотреть на моем канале о том, что все прошляпили при посадке Луны 9, а также на канале «Глобальная волна» в том же ютубе. Окружающий нас мир представляется сотворенным на основе четкой физической логики. Недаром почти все, что происходит в нашей жизни, описывается с помощью математических формул. С их помощью можно объяснить и механизм возникновения как аэростатической, так и аэродинамической подъемной силы, причем именно через взаимодействие соответствующих космических тел, к которым относятся, конечно же и молекулы, с центром Земли. При этом будем исходить из того, что осуществляемое ими движение в межмолекулярном вакууме однозначно носит и орбитальный характер. При этом следует подчеркнуть, что если бы Земля была точечной, то это было бы предельно очевидным даже при движении любого одиночного тела и с незначительной скоростью. Что же касается некой совокупности одинаковых и взаимно сталкивающихся тел, то энергетический уровень орбиты их центромасс остается неизменным. Так как речь идет об абсолютно упругих столкновениях, в случае же столкновения совокупности тел с различными массами, то у менее плотной совокупности, то есть из менее массивных тел энергетический уровень орбиты ее центромасс повышается, чем и объясняется проявление закона Архимеда, естественно, в жидкости или же в газе. При этом неизбежные потери из-за столкновений компенсируются эффектом Ярковского, проявляющегося у всех молекул, естественно, в разной степени в зависимости от массы под воздействием солнечных и тепловых излучений в качестве именно их двигателей. В реальных же условиях движения молекул в промежутках между взаимными столкновениями, в том числе и образующих такие тела, как тот же подводный аппарат или же дирижабль и даже скоростной самолет, по сути, ничем не отличается от упоминавшегося орбитального движения относительно точечного центра масс. При этом молекулы водорода и гелия под воздействием все тех же излучений, будучи самыми легкими, в достаточно большом количестве проникают в космическое пространство, то есть оказываются на параболических орбитах. При этом молекулы водорода могут на них оказаться и, так сказать, с полезной нагрузкой, в роли которой может выступать оболочка, в которой они находятся, если она не тяжелее их удвоенного количества. И что является принципиально важным, все те же излучения позволяют молекулам водорода и гелия достигать второй космической скорости, с ее величиной в данном случае, находящейся всего лишь на уровне двух километров в секунду, то есть значительно меньше одиннадцати километров в секунду, которая в этом же случае понадобилась бы телам, не испытывающим заметного воздействия соответствующих излучений. Таким образом, можно нащупать вполне определенную связь, например, между обычными спутниками Земли, водородными оболочками не тяжелее гелия, дирижаблями, подводными лодками и даже ракетами, так как эффект Ярковского сводится также, к реактивному взаимодействию, но правда, с отбросом в бесконечность не рабочего тела, а переизлучаемого излучения. И вот что выдвигается на передний план при сравнении, например, водородные оболочки не тяжелее гелия и подводной лодки, а именно, их способность противостоять огромному перепаду давления, причем усугубляемые в случае с подводной лодкой еще и проблемы устойчивости. Итак, как подводные лодки, так и космические корабли имеют ряд общих особенностей в конструкции, функциональности и целях миссии. Что касается прочности конструкции, то подводные лодки должны выдерживать высокое давление глубоководной среды, а космические корабли внутреннее давление, необходимое для поддержания жизни человека в вакууме космоса. А потому в обоих случаях используются прочные, долговечные материалы и инженерные конструкции, способные выдерживать такие перепады давления. Некоторые современные подводные лодки используют титановые сплавы в критических зонах, благодаря их превосходному соотношению прочности и веса и исключительной коррозионной стойкости. Как и в подводных лодках, космических аппаратах могут использоваться и титановые сплавы для изготовления отдельных компонентов, особенно в тех областях, где важны прочность, коррозионная стойкость и вес. Помимо металла в космических аппаратах, для изготовления отдельных элементов конструкции используются современные композитные материалы, например, полимеры, армированные углеродным волокном. Эти материалы обеспечивают высокое соотношение прочности и веса, что является особо важным для водородных космических аппаратов не тяжелее гелия. Но есть и различия. Для подводных лодок в первую очередь требуются материалы, способные выдержать высокое давление, усугубляемая еще и необходимостью решения весьма сложной проблемы устойчивости, с которой не сталкиваются все те же водородные аппараты не тяжелее гелия, так как у них вакуум снаружи. Кстати, при этом стоит обратить внимание на наши сосуды, которые используют, по сути, двойную оболочку с заполняемым для прочности пространством между слоями, как это предлагается делать и в случае с вакуумным дирижаблем. И кстати, анализ реальных характеристик рекордных и именно однослойных подводных аппаратов свидетельствует о том, что проблема устойчивости примерно в полтора раза усугубляет их прочностные проблемы. В то же время у водородных аппаратов не тяжелее гелия оболочка должна быть прочнее оболочки этих аппаратов примерно в 20 раз. То есть их прочностную проблему даже с нынешними достижениями нанотехнологий просто так не решить. Решать эту проблему надо как раз в том направлении, в котором она, как уже отмечалось, решается живыми организмами и некоторыми авторами, продвигающими идею как минимум двухслойных вакуумных дирижаблей. Подводя итог нашему исследованию вопроса о том, может ли подводная лодка выполнять роль космического корабля, можно сказать, что эти чудеса инженерной мысли не взаимозаменяемы. Это удивительно, но подводная лодка, повелительница океанских глубин и космический корабль, путешественник пустот Вселенной, чудесно приспособлены к своим уникальным условиям. Хотя все же нынешним космическим аппаратам до этого еще далеко. Различия в сферах эксплуатации, от плотности воды до пустоты космоса, диктуют огромные различия в конструкции, прежде всего по прочностным соображениям. Давление под водой резко контрастирует с вакуумом космоса, в котором, как уже также отмечалось, великолепно себя чувствовали бы сверхлегкие водородные оболочки, как и те же молекулы водорода и гелия. Таким образом, хотя идея судна, способного преодолевать как океанские глубины, так и космические просторы, будоражит воображение, практические аспекты инженерии, физики и техники безопасности заставляют отнести такую концепцию к области научной фантастики. Что, конечно же, является излишне поспешным выводом.